Добрый день. Сегодня на 19 января у нас зарегистрировано 150 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 59 в городе Якутске, наибольшее количество, а также в 16 районах нашей республики. Конечно, мы видим, что за счет погодных условий есть положительный момент, есть некое разобщение коллективов, но тем не менее ситуация остается напряженной, поэтому мы просим всех также соблюдать все меры безопасности, оберегать себя и своих близких. Напомню, что в нашей республике началась массовая вакцинация. Сегодня у нас привито уже более 2700 человек, из них 600 получили уже полный курс вакцинации. Напоминаю, что после вакцинации обязательно нужно заполнять дневник самоконтроля, который располагается на сайте государственных услуг. И после второго этапа вакцинации обязательно получение сертификата, который также предоставляется вам автоматически на сайте государственных услуг. Сегодня у нас механизм по вакцинации имеется следующий. Если вы работаете в трудовых коллективах, то ваш руководитель, работодатель заключает договора с медицинскими организациями, имеющими лицензию. Пока это только государственные учреждения, частные компании пока не вошли в этот перечень, хотя разрешение получено, но есть необходимые некоторые задачи и требования, которые они должны выполнить. Как только они это исполнят, возможно, будут и вакцинации в частных клиниках. Значит, записывают вас на вакцинацию в определенное время, вы должны подойти. Для этого нет необходимости сдавать какие-то анализы либо исследования. Вас осматривает врач-терапевт, вы заполняете анкету, также даете согласие на проведение вакцинации. После этого ставится первый этап вакцины. Второй этап вакцины через 21 день. После этого вы считаете же вакцинированными. Титры обычно появляются где-то в среднем через 20 дней после второй вакцины. Но при этом мы вас предупреждаем и рекомендуем настоятельно не снимать маски, поскольку это также является защитой вас от других инфекций в первую очередь. И несмотря на вакцинацию, вы все равно можете быть носителями вирусной инфекции, чтобы оберечь своих родных и близких. Если же вы не работающее население, вы точно также можете записаться в свою поликлинику по месту жительства, по месту прикрепления, и вас запишут на прием в вакцинальный кабинет. Мы сейчас прорабатываем расписание в государственных услугах. Думаем, что где-то 25 января у нас эта услуга уже будет доступна на сайте. И вы сможете записаться уже непосредственно через электронный портал. Кроме того, хочу сказать, что сегодня у нас в республике пока только 5000 доз. Буквально сейчас, в этот момент, идет разгрузка еще полученных сегодня утром 22 тысяч доз. Вакцины, которые после маркировки будут распределены по территории нашей республики. И до конца февраля мы ожидаем оставшуюся партию всего, как я уже говорила неоднократно. В течение января-февраля у нас должно поступить 69 тысяч 500 вакцин. Поэтому предлагаем населению активно записываться, и медицинские организации вас будут приглашать на вакцинацию. Отмечу, что сегодня практически нет каких-либо противопоказаний для вакцинации. За исключением, мы не прививаем детей до 18 лет, если имеются какие-то аллергические реакции или посвакцинальные осложнения от предыдущих вакцин, если вы беременны или кормящая мама. Все остальные случаи сегодня разрешены. В том числе, очень часто задаются вопросы по возрастному цензу. Возрастной ценз снят, то есть от 18 и старше лица могут подлежать вакцинации. При этом, хотелось бы сказать, что самое важное, наверное, и самое главное, как раз-таки проявляться той категории лиц, которые сегодня являются лицами старше 65 лет, либо имеют какие-то хронические заболевания, в первую очередь, а сахарный диабет и артериальная гипертензия. Спасибо большое всем за внимание.